Постановлением правительства Казахстана Ербол Карашукеев назначена должность вице-министра финансов республики, говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра. Ербол Карашукеев родился в 1976 году в Алматинской области. Окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби, современный гуманитарный институт. Квалификация по специальности экономист, специалист в области менеджмента с присуждением академической степени бакалавра, магистр экономики, бакалавр юриспруденции. В разные годы занимал должности заместителя председателя правления АО «Жилищно-строительный сберегательный банк Казахстана», заместителя заведующим отделом социально-экономического мониторинга администрации президента, председателя комитета казначейства Министерства финансов. С апреля 2019 года по март 2021 года председатель правления АО «Холдинг Казагра». С марта 2021 года по настоящее время исполняющий обязанности заместителя заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента республики. Накануне президент Казахстана Касым Жамар Такаев принял действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министра иностранных дел Швеции Анлин Де. «Находящийся в Казахстане с официальным визитом, хотел бы подчеркнуть твердую приверженность Казахстана принципам и ценностям ОБСЕ. Сотрудничество с вашей организацией является одним из приоритетов нашей внешней политики. Мы готовы к более тесному взаимодействию как с вашей организацией, так и с государствами-членами», — сказал Такаев. Глава государства напомнил о том, что итоги состоявшегося в Астане в 2010 году исторического саммита ОБСЕ являются весьма важными с точки зрения придания дополнительного импульса развитию организации. В рамках обсуждения перспектив двусторонних отношений глава государства заявил о том, что Казахстан рассчитывает на дальнейшее укрепление взаимодействия со Швецией с акцентом на экономическое и гуманитарное направление. В свою очередь, Линде выразила признательность Такаеву за тёплый приём и подчеркнула, что данный визит является приоритетом для неё в качестве действующего председателя ОБСЕ. «Я хочу отметить, что мы придаём большое значение отношениям ОБСЕ с Казахстаном», — сказала министр иностранных дел Швеции. Линде также проинформировала Такаева о первых итогах своей деятельности на посту действующего председателя ОБСЕ в дальнейших рабочих планах, в том числе на центрально-азиатском направлении. В ходе беседы были рассмотрены актуальные вызовы и риски безопасности на обширном европейском и евразийском пространстве, от Ванкувера до Владивостока. Также состоялся обмен мнениями о путях реализации стоящих перед ОБСЕ задач в трёх измерениях её деятельности в военно-политическом, экономико-экологическом и человеческом, резюмируется в сообщении. Субтитры создавал DimaTorzok